Физкульт привет, дамы и господа! Второй месяц осени подходит к концу, а это значит... Совершенно верно, что сейчас самое время закутаться в тёплый плед, заварить крепкого чайку и окинуть взором месяц грядущий, чтобы выбрать себе игру по вкусу. Не сказал бы, что ноябрь нас окатит целой волной крутых релизов, но всё-таки положить глаз есть на что. Этим мы и займёмся в нашем календаре релизов с пылу с жару за ноябрь. Вы на канале DLC, и мы начинаем! Doraemon Story of Seasons – Friends of the Great Kingdom Выходит 2 ноября. Аркадный симулятор в жанре ролевой игры с элементами рыбалки и крафтинга. Популярный симулятор фермера с четвертьвековой историей и участием культового персонажа японской анимации Doraemon получил продолжение, став ещё разнообразнее, чем прежде. Вам предстоит сажать семена, разводить животных и пускать в ход полезные устройства. Эта очаровательная история никого не оставит равнодушным. Die by the Blade выходит 3 ноября. Динамичный экшен-слэшер с видом от третьего лица, выполненный в стилистике самурай-панка. Вас ожидает невероятный дух японской эстетики, в котором между собой будут сражаться различные самураи и ниндзя. В битвах вы будете использовать холодное оружие, от которого зависит стиль боя. Ставка сделана на реализм. Противника можно убить с одного удара, если суметь попасть в уязвимое место. При этом можно использовать парирование и блоки. The Entropy Center выходит 3 ноября. Приключенческая головоломка с видом от первого лица в научно-фантастическом сеттинге. Это своеобразный ответ порту, только вместо портальной пушки в руках игроков окажется говорящая винтовка, умеющая перематывать время назад. Действие игры разворачивается на космической станции, которая летает на орбите Земли. Вдруг планета взрывается, и главная героиня оказывается последней надеждой обернуть катастрофу вспять. Спасти цивилизацию поможет устройство с искусственным интеллектом Astra. WRC Generations The FIA WRC Official Game выходит 3 ноября. Гоночный симулятор с видом от первого и третьего лица. Новые механики отражают особенности автомобилей с гибридными двигателями. Чтобы одержать победу, вам предстоит с точностью регулировать работу аккумулятора, изменяя настройки двигателя на спецучастках. Для тех, кто любит соревнования, появился новый режим League. В нем вы можете состязаться онлайн против игроков, близких к вам по уровню, обходить соперников и продвигаться вперед в категории «Легенды». The Chant выходит 3 ноября. Приключенческий экшен-хоррор с видом от третьего лица о группе поклонников спиритизма, пытающихся выжить на райском острове. Главная героиня приезжает на отдаленный остров, чтобы заниматься духовными практиками и познавать дзен. Во время одного из таких сеансов что-то идет не так. И в райском уголке начинает твориться всякое. Через открывшийся портал начинают лезть существа, питающиеся чужими страхами. Eterno Noctis выходит 4 ноября. Приключенческий ролевой экшен-платформер с видом сбоку в фэнтезийном сеттинге. Верховный бог Хаос проклял свое творение, вынудив главенствующие силы вступить в вечную схватку за трон Этерны. Именно этот непрерывный цикл смены Тьмы и Света сохраняет равновесие Вселенной. В игре вам предстоит помочь Королю Тьмы вернуть утраченные силы. По мере прохождения вы сможете исследовать 16 областей Вселенной Этерны, выполнять различные задания, проходить испытания, а также познакомитесь с проникновенной и непредсказуемой историей, где у всякого события есть второе дно. Sonic Frontiers выходит 8 ноября. Продолжение классического приключенческого экшена с видом от третьего лица во Вселенной Ёжика Соника. Доктор Эггман снова стремится установить свою власть над всем миром. В игре вы отправитесь исследовать обширные локации, которые еще не видели фанаты в серии игр про Соника. Вы сможете получить незабываемые впечатления и испытаете острые ощущения от высокой скорости и свободы в открытой зоне. Football Manager 2023 выходит 8 ноября. Что логично из названия – футбольный менеджер, в котором можно взять в управление любимый клуб и привести его к победам во всех возможных турнирах. В новой версии изменения затронули большую часть интерфейса, сделав его более соответствующим современным трендом. Доработаны многие функции, связанные с тренерской деятельностью. Например, можно будет брать на встречи с прессой кого-нибудь из игроков, а перед их началом проводить подготовку в клубном центре по связям с общественностью. God of War Ragnarok выходит 9 ноября. Продолжение скандинавских приключений Кратоса в жанре слэшера с видом от третьего лица. Главной темой сиквела станет Рагнарек – конец света в скандинавской мифологии. В первой части перезапуска God of War события разворачиваются в гористой заснеженной местности Скандинавии, где местные боги не любят чужаков. Кратос учит сына быть не мальчиком, но мужем, не способным проявить жалость и сострадание. Им предстоит выбраться из Скандинавии, встретив на пути не только врагов, но и разного рода союзников. Действия сиквела развернутся спустя несколько лет после событий God of War. Во время прохождения игроки посетят все 9 миров, включая Свард, Альфахейм, Ванахейм и Асгард из первой части. Главными противниками выступят богиня любви Фрея и бог грома Тор со своим молотом Мьёльниром. Фимбул Винтер идет полным ходом. Кратосы от Рэй должны отправиться в каждой из 9 миров, чтобы найти ответы. В это время силы Асгарда готовятся к предсказанной битве, которая положит конец всему миру. Во время путешествия отец и сын будут исследовать потрясающие мифические пейзажи и столкнуться со страшными противниками в лице скандинавских богов и монстров. Угроза Рагнарёка становится все ближе. Кратосы от Рэй должны выбирать между собственной безопасностью и безопасностью миров. Dying Light 2 Stay Human Bloody Ties выходит 10 ноября. Дополнение для динамичного шутера с видом от первого лица в мире зомби-апокалипсиса Dying Light 2 Stay Human, где вам снова предстоит играть за Эйдена и принять участие в турнире, где люди готовы на все ради статуса. Дополнение предложит отправиться в новое приключение, где можно посетить оперный зал Карнеги Холл, полный различных испытаний, заданий, вооружений и сюрпризов. Здесь герою предстоит сразиться с многочисленными врагами. Дополнение, естественно, требует наличия оригинальной версии Dying Light 2 Stay Human. Valkyrie Elysium выходит 11 ноября. Приключенческий экшен с видом от третьего лица в фэнтезийном сеттинге. События игры разворачиваются в далеком прошлом, когда разрушительный Рагнарёк угрожает всему сущему. Спасать мир от неминуемой гибели берётся отважная воительница Валькирия. По мере прохождения вас ожидает эпический сюжет, живописные локации, а также новая динамичная боевая система, объединяющая классические для серии особые атаки и уникальную систему комбо. Resident Evil 2 выходит 11 ноября на Nintendo Switch. Переиздание классического экшен-хоррора Resident Evil 2 1998 года с видом от третьего лица. События сиквела разворачиваются спустя два месяца после концовки Resident Evil HD Remastered. В маленьком американском городке Раккун-Сити происходит катастрофа. Все его жители превратились в зомби под воздействием биологического оружия, созданного фармацевтической компанией Umbrella. Главным героям, Леону Кеннеди и Клэр Редфилд, предстоит найти выход из этого зомби-безумия. Pentiment выходит 15 ноября. Исторический ролевой детектив с большим акцентом на сюжет и проработку персонажей, события которого развернутся в Баварии начала 16 века. Главный герой – подмастерье, который следует за наставником и помогает ему во всех делах. Увы, однажды наставника обвиняют в убийстве. Ученик не верит в виновность старшего товарища и начинает расследование. Любопытно, что это лишь одно из дел. Герою предстоит разгадывать подобные головоломки на протяжении 25 лет. Кроме этого, герой легко может обвинить не того человека, как по ошибке, так и намеренно. Do Not Open выходит 15 ноября. Психологический хоррор с видом от первого лица для устройств виртуальной реальности. Вы окажетесь в ловушке в жутком доме с процедурной генерацией и мерзкими существами. Ведьмой, ползающим по стенам, младенцем-демоном и… не только. Цель игры – выбраться наружу. Для этого придется прятаться от монстров и решать головоломки. С каждой новой игрой в здании будет меняться расположение головоломок и предметов. И, наконец, претензии на игру года – Goat Simulator 3, выходит 17 ноября. Продолжение сумасшедшего симулятора козла с видом от третьего лица. Как и в прошлых частях, вас ждет масса юмора и безумного веселья. Вы окажетесь в открытом мире, наполненном событиями, NPC, коллекционными предметами, секретами и разнообразными мини-играми. В роли козла вам предстоит носиться по городу и устраивать дикий трэш везде, где это только можно. Call of Duty Warzone 2.0. Выходит 16 ноября. По сравнению с первой частью, в Warzone 2 разработчики переделали механику настройки и прогрессии оружия, а стрельба станет еще более реалистичной. Также в игре появится камера с видом от третьего лица, появится функционал скрытности, а еще плавание. Много внимания уделили и транспорту. В игре появится возможность пробивать шины автомобилем и чинить их. У машины может закончиться горючий, ее придется заправлять. Игроки получат возможность забираться на крышу автомобиля и вести оттуда огонь, и перепрыгивать на другое транспортное средство, как в голливудских боевиках. Изменится и механика ГУЛАГа. Сражения теперь будут происходить в формате 2 на 2. Но самым интересным стало нонс режима DMZ, который выполнен в духе Escape from Tarkov. На релизе бои будут проходить на карте Аль Мазра, самой большой локации в истории всей франшизы. Вы попадете в отдельную локацию, в которой вам придется исследовать территорию и выполнять задания. Из врагов не только игроки, но и боты. The Dark Pictures – The Devil in Me выходит 18 ноября. Четвертая игра в серии The Dark Pictures. В этот раз игра расскажет о маньяке-инженере, считающем свои пытки произведениями искусства. Злодей любит наблюдать за умирающими людьми. Вам наверняка придется встать на их место. Сюжет ужастика повествует о группе документалистов, снимающих фильм про серийного убийцу Генри Холмса. Съемочная группа получает таинственное приглашение и отправляется в реплику отеля, в котором орудовал маньяк. Marvel Spider-Man Miles Morales выходит 18 ноября на ПК. Продолжение приключенческого экшена с видом от третьего лица Marvel Spider-Man. В новой игре вы примерите на себя роль Майлза Моралеса, который появлялся в оригинальной игре. С момента завершения первой части прошел примерно год. В Нью-Йорке наступила зима, и незадолго до рождественских каникул в городе началась война между некой энергетической корпорацией и хай-тек армией преступников. Дом Майлза в Гарлеме попал в самый центр бури. Resident Evil 3 выходит 18 ноября на Nintendo Switch. Переиздание легендарного экшен-хоррора со статичной камерой Resident Evil 3 Nemesis. Приготовьтесь снова окунуться в хаос умирающего города Раккун-Сити в роли бывшей сотрудницы спецотряда Starz Джилл Валентайн. По мере прохождения вы столкнетесь со всеми ужасами зомби-апокалипсиса и сразитесь с многочисленными мутантами, пытаясь покинуть злосчастный город. Остановить Джилл любой ценой направлен совершенный безжалостный монстр Немезис. Evil West выходит 22 ноября. Кровавый кооперативный экшен с видом от третьего лица, в котором сеттинг Дикого Запада дополнили мистическими тварями, включая вампиров. Вас ожидает насыщенный боевик, который можно проходить как в одиночку, так и в компании с другом. Мир игры сочетает в себе мифы и легенды, рассказанные в сеттинге Дикого Запада. Без мистики и кровожадных чудовищ также не обошлось. Главным героем выступает один из последних агентов сверхсекретной организации по отлову вампиров, которому предстоит спасти человечество от сил зла. Gun Grave Gore выходит 22 ноября. Аркадный экшен с видом от третьего лица в футуристическом стиле. Игра создана по мотивам одноименного аниме-сериала. Вам предстоит вжиться в роль бывшего наемника Грейва, которого убили, а затем воскресили, что наделило его сверхчеловеческой силой. Ему предстоит бороться с преступной организацией клан Воронов, которая производит и распространяет наркотик СИД. World of Warcraft Dragonflight выходит 28 ноября. Дополнение для многопользовательской игры с видом от третьего лица в фэнтезийном сеттинге World of Warcraft. Дополнение увеличивает максимальный уровень до 70-го. Добавляет новую систему талантов, расу Драктира и эксклюзивный для нее класс Пробудитель. А также новые подземелья, обновленные интерфейсы и переработанные профессии. Еще возожидает новый континент Драконь и Острова, в котором можно будет приручать и кастомизировать драконов и даже летать на них. Warhammer 40 000 Darktide выходит 30 ноября. Кооперативная игра от студии Fatshark, известной по серии Vermintide, вам предстоит сразиться против полчищ врагов. Правда, уже не в сыром мрачном средневековье, а в мире будущего. Действие происходит в городе Ульи Тетриум на планете Атома Прайм. Элитики из культа Admonition планируют захватить власть, и из-за них Ульи медленно поглощает Скверна. А на этом у нас все. Предлагаю вам спешно переместиться в комментарии и рассказать нам, во что вы будете играть в ноябре. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра!